Библейский портал экзегет.ру представляет Давайте в рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, поговорим о третьей главе Евангелия от Луки. Собственно, евангельская весть о Господе Иисусе и о том, что Он делал, что Он говорил и как Он жил, начинается именно с крещения, вернее, чуть раньше, с проповеди Иоанна Крестителя. Матфей и Лука, в отличие от Марка и Иоанна, предпосылают этому некоторые полуобрывочные рассказы о событиях раннего детства Господа Иисуса, но фундаментальной точкой, отправной точкой, и для них, как и для двух других евангелистов, конечно, является проповедь Иоанна Крестителя и крещение Иисуса. Иоанн Креститель после смерти своих родителей воспитывался в пустыне и, вероятно, в Есейской общине, может быть, в Кумранской, а может быть, вообще это было одно и то же. Сегодня у историков есть три взаимно перпендикулярные точки зрения. На эти две общины, то ли это были две разные, то ли одна, как они были связаны, не так для нас важно, а важно, что это были люди, которые всеми силами старались приготовиться к встрече со Христом, всеми силами старались привести заранее свою жизнь в соответствии с тем, что нужно будет делать, когда придет Мессия. У них были об этом достаточно своеобразные, и, как выяснилось, не вполне адекватные представления, как и у нас у всех, но, тем не менее, они уходили в пустыню для того, чтобы обрести там некоторую свободу, устраивать жизнь по собственной совести. Дело не столько в том, что они считали мир поврежденным, гнушались им, брезговали и так далее. Нет. Те же ессеи, у которых воспитывался Иоанн Креститель, имели во многих городах Израиля свои, так сказать, постоянные представительства, представителей, и все время так или иначе были связаны с обществом израилевым, брали сирот на воспитание, оказывали довольно широкую благотворительную деятельность и так далее. Но они выходили за пределы Израиля именно для того, чтобы получить возможность жить так, как они считают нужным, обрести некоторую свободу. Ну вот, что, собственно, по-настоящему, конечно, дает Господь людям в крещении. И так Иоанн Креститель воспитывал своих людей, и для него тоже это ожидание Мессии было центральным, пунктом, да, его жизни. И вот наступает момент, когда он оттуда уходит, приходит к людям в Израиле и говорит, вот наступает этот день, этот день приблизился. Евангелисты, несколько раз говоря об Иоанне Крестителе, и сам он себя тоже называет голосом выпиющего, голосом, который призывает. Как мы уже говорили, он не повелевает, не приказывает и не требует, но он зовет, зовет и говорит, дайте Богу дорогу в пустыне, сделайте прямыми его пути. Собственно, это цитата из пророка Исаии, где речь идет о том, как Бог будет вызволять свой народ из плена. И вот Иоанн Креститель приходит к людям и говорит, сейчас или никогда, сейчас последнее время для того, чтобы мы могли привести свою жизнь в соответствии с правдой Божьей. Евангелист Лука рассказывает о призыве, который он обращает к самым разным людям, и говорит, начинайте жить по совести прямо сейчас. Приходящие к Иоанну Крестителю люди, услышавшие о нем, захотевшие узнать или чему-то от него научиться, спрашивают его, что нам делать, что нам делать. И он говорит каждому, в общем, очень простые вещи. Вовсе он не призывает к каким-то немыслимым подвигам, которые недостижимы ни для кого и далеко не всем нужны. Но он говорит, если у тебя есть две одежды, отдай одну тому, у кого нет ни одной. Если ты служишь в силовых структурах, не грабь. Если ты собираешь налоги, не бери больше, чем тебе положено. И так далее. Понимаете, это, как сказать, не бином Ньютона, не то, что там совершенно невозможно понять и исполнить, и требует усилий. Нет, это требует элементарного послушания собственной совести. Это серьезно на самом деле, потому что именно вот такое изменение жизни, приведение в соответствии с правдой Божьей, это и есть то, чем мы можем приготовить себя, точно так же, как слушатели Иоанна Креститель и его ученики, приготовить себя к встрече с Богом. Сделать прямыми Богу пути, которые ведут от Него в наше сердце, в нашу жизнь, в нашу реальность. Потому что вся та грязь и подлость, которую мы загромождаем самих себя и свою жизнь, это именно препятствия, которые не дают Богу войти к нам. Вот Иоанн Креститель говорит, это время близко. И если уж меняете свою жизнь, то это делать надо сейчас, близко Царство Небесное. Да, и Иоанн Креститель при этом отказывается от статуса, от роли Мессии, потому что, конечно, он произвел на людей огромное впечатление, да вспомнить хотя бы то, что он призывает совершить омовение, баптизму в греческом переводе, крещение в наших переводах, потому что, понимаете, ведь это омовение, это действие, которое необходимо для того, чтобы приблизиться к Богу для язычников, не для народа Божьего, для младенцев, рожденных в народе Божьем, и для тех, кто становится верующими, необходимо совершить обрезание. А для язычников, которые еще только-только начинают свой путь к Богу Израилеву, вот этот обряд омовения, как некоторый знак того, что мы хотим очиститься перед тобою. Когда мы читаем у проповедей Иоанна Крестителя, не вредно представить себе, что было бы в нас, какова была бы наша реакция, если бы кто-нибудь пришел к нам и сказал бы, что вам надо креститься заново. Такова ваша жизнь перед Богом, что креститься, омываться, очищать свое сердце надо с нуля, по новой, как язычники. Поэтому поразительно, как много людей идут слушать Иоанна, как много людей становятся его учениками, как много людей пытаются понять, что он говорит и что он возвещает. Это свидетельствует о том, что много людей в этой среде всерьез относятся и к своей жизни, и к своим отношениям с Богом. И вот наступает день, когда Иисус приходит креститься к Иоанну. Они ведь могли вполне быть знакомыми, потому что, во-первых, они были родственниками, а во-вторых, родители Иоанна Крестителя умерли, когда ему было года три, а Господу Иисусу стало быть где-то на полгода меньше. Они могли встречаться, но мы не знаем, было это или нет, но важно, что когда Иоанн видит Иисуса, он говорит загадочную, странную, трудную для понимания вещь, и вообще непонятно, откуда у него это в голове, что, ну, это не я тебя должен омывать и очищать, а ты меня, ты меня. Он своим ученикам объяснял, что я не Мессия, я не Христос, но за мной идет тот, кто будет омывать вас загадочным, таинственным образом изнутри, омывать вас духом, будет крестить вас духом, святым и огнем, как говорит Иоанн Креститель. И вот поэтому для него оказывается непонятным желание Господа Иисуса креститься. И для нас тоже это такая точка, где важно остановиться и попытаться понять, что происходит, зачем он это делает. Потому что, когда люди приходят к Иоанну Крестителю в своем поступке предъявить Богу некоторый знак очищения, знак того, что мы хотим очистить свое сердце, очистить свою жизнь, каждый из нас может поставить себя на место любого, кто стоит в течение реки Ордан, и понять, что между этим человеком и Богом происходит, потому что нам есть от чего очищаться, и мы нуждаемся в таких знаках. Когда Господь Иисус приходит креститься, в первую очередь это проявление, выражение его солидарности с теми людьми, которые пришли к Иоанну на Иоордан. Очень важная, серьезная и для Евангелия, и для позднейших богословских конструкций идея, то, что Бог не снимает с себя ответственность за нас и за нашу жизнь, то, что Иисус становится вместе с этими людьми в водах Иоордана, и таким образом становится за нас всех, ходатаем перед Отцом Небесным, за всех нас, посредником. Это слово, которое тоже неоднократно использует Новый Завет и в Евангелии, особенно в апостольских посланиях. Иисус становится тем, кто ходатайствует перед Богом о нашем спасении. И еще одна тоже очень важная точка зрения, что, в общем, в этой толпе каждый человек, это действительно такая буйная и шумная толпа, как в наших храмах на праздник крещения. Вот. В этой буйной и шумной толпе все мы так или иначе, в большей или меньшей степени, но, в общем, отрезаны от Бога, отрезаны добровольно или обстоятельствами жизни, но у нас нет прямых взаимоотношений с ним. В этой толпе до Бога докричаться или услышать Бога не может никто по-настоящему. И вот среди этих людей, среди нас оказывается этот человек, который может услышать Бога, которого слышит Бог, который приходит стать солидарным с нами. Это серьезная, очень важная вещь и важный знак такой. Теперь дальше в этой главе несколько в своеобразной форме, не так, как другие евангелисты, но все же Лука рассказывает о том, что когда Господь Иисус крестится, с неба раздается некоторый глаз. Кто-то рассказывал, видимо, из свидетелей, из бывших учеников Иоанна Крестителя, что это Иоанн услышал этот глаз небесный. Кто-то говорит, что услышал его Иисус. Лука предпочитает не уточнять, по-видимому, потому что он не обнаружил согласованного рассказа. Он говорит сам факт. Вот был голос небес, который сказал, «Ты, сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». И если хотите, это тоже фундаментальная вещь для Евангелия. Оно возвещает нам благую весть о том, что, а, Бог дает нам свое благоволение, и, б, оно дается в Иисусе Христе. Не как-нибудь иначе. Не в виде манны с небес или каких-то еще чудесных событий или устроения обстоятельств жизни, того, что сразу у всех сделалось хорошее здоровье и большая зарплата. Благоволение Бога к людям, к человечеству, как к феномену вообще, является в том, что Иисус Христос приходит в нашу жизнь. Оно дано в Иисусе. И, строго говоря, только в Иисусе. Это очень существенная, конечно, вещь для того, чтобы понять, хотим ли мы принять вот такой дар Божий. И, наконец, заканчивает Евангелист Лука свой рассказ родословием достаточно пунктирным, условным. Оно не абсолютно идеально и согласуется со всеми историческими источниками, что было бы, кстати, и невозможно. Но для автора этого родословия, вообще говоря, довольно распространенный в Израиле того времени литературный жанр, даже несколько жанров. Так вот, то родословие, которое попало в руки Евангелисту Луке, оно выстроено так, чтобы читающий мог считать, увидеть, что существует некий изначальный замысел Божий, который реализуется через многие-многие поколения. То, что Господь Иисус приходит в нашу жизнь, пришел в этот мир, стал человеком, это результат того, что Бог задумал с самого начала.